так друзья сегодня мы еще раз всем привет сегодня мы готовим с вами два блюда очень простых блюда из простых продуктов набор которых вы можете видеть здесь первое это холодная закуска из копченой рыбы с огурцом травами и хлебом 2 это десерт десерт с печеным с печеным шоколадом состав которого входит сыра маскарпоне ягоды и печенье песочное песок из печенья и так давайте начнем с первой закуски а пока закуску пока я не рассказываю я поставлю хлеб в духовку смотрите у меня есть две чаобаты два хлеба которые я проверю целиком духовке потом нарежу на ломтики мы как раз подадим его к нашей первой холодной закуске рыбы пока запекается пока запекается хлеб я начну как раз делать основную часть это закуска называется копченый риет риет с копченой рыбы с огурцом да сыром мягким сыром зерновая горчица и щучьей икрот для этого нам нужна копченая рыба вот у меня в данном случае прекрасный экземпляр форели копченый который нужно размять вот так вилкой размять вилкой и если вам попадутся как у меня кости например их нужно вытащить или как так делаю я или каким-то другим образом и и а и и и и и и и и так мы прожали нашу рыбу такое легкое легковолокнистое пюре массу как угодно добавляем сюда мягкий козий сыр шевер вот такой такую любую часть которую вам какая вам нравится нравится больше сыра будет добавлять больше сыра мне нравится где-то примерно где-то треть от массы рыбы проминаем проминаем добавляем зерновую горчицу я вот использую такую крупную она очень вкусная текстурная и вообще практически не без без вот этого без вот этой ядренности да она нужна для текстуры для легкой кислинки добавляем немного щучей крыль башни и 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 Видите, мне попадаются немного кости местами, я их стараюсь вытащить, как-то убрать. Дальше мы смотрим, если у вас получившаяся масса немного суховата, вы можете добавить сливок. Да, я заранее приготовил соус, который состоит из выпаренного белого вина и сливок, но я не буду добавлять, я просто думал, что рыба суховата будет, может было добавить. Я их добавлять не буду, но вы бы сделать, если ваша рыба будет сухой и сыра недостаточной будет. Мы добавляем немного копченой соли, так как рыба копченая, копченая соль ее немного дополнит, но тут не важно не переборщить, потому что рыба соленая и можно пересолить все мило. Окей, оставляем. Пока наша масса настаивается, скажем так, шутливо говоря, а хлеб запекается, у него должна получиться такая ручащая корочка, внутри он должен быть мягким. Мы будем подготавливать наш огурец. Нужен простой сезонный обычный огурец, который мы должны нарезать таким своеобразным брусочком. Ну или можно это сделать кубиком, кому как угодно. На самом деле это не очень принципиально, но мне нравится кубиком. Мы нарезаем наш огурец вот такими, вот таким брусочком, чтобы он был понятным. Вот таким брусочком, немного его подровнять, скажем так. И замаринуем наш огурец в зеленом масле, состав которого входит само масло зеленое. Сок лимона и немножко копченой соли. Также оставим, можно немного, например, дополнительно так же горчицы, которые подмаринуют дополнительно наш огурец. Чучья икра дает дополнительный вкус рыбный. Я отвечаю правильно на вопрос, друзья. Она дает дополнительный рыбный вкус, но просто становится, блюдо становится богаче. Мы, кстати, будем использовать нашу икру еще поверх, да, для украшения. Вот так мы маринуем огурцы. Видите, это зеленое масло, чуть-чуть соли, чуть-чуть горчицы зерновой, да, она. Риет мы уже приготовили. В состав него входит копченая форель, мягкий цвет, да, шевр, чуть-чуть икры, чуть-чуть зерновой горчицы, чуть-чуть копченой соли. Можно добавить черный перец. Все, что вам нравится. Риет готов. Огурец наш готов. Зелень мы подготовили заранее. Идем за хлебом. Вот видите, как получилось. Пока немножко хлеб остывает, немного остывает хлеб, Я прервусь и расскажу немного о второй части, о втором нашем блюде, и это десерт. Крем которого состоит из печеного шоколада, да, печеного белого шоколада. Для этого нам нужно запекать шоколад 10 минут, ну, около 10 минут, при температуре 150 градусов, не больше, ну, в обычной духовке. Что, собственно, я сейчас и сделаю, но для того, чтобы время сэкономить. Мы начинаем сервировать первое блюдо. Для этого нам нужна тарелка. Выкладываю нашу копченую рыбу, как это я сделал бы, например, у себя в ресторане, да. Формируем вот такой вот, какой-то такой форматный. Добавляем наш огурец. Подмаринованный в зерновой горчице, в зеленом масле и копченой соли. Все продукты, друзья, купил в компании Метро. Копченая соль, все там есть. Огурец, который придаст блюду свежесть, да, некоторую такую текстуру. Добавляем немного той икры, той горчицы, в которой мариновался наш огурец. Добавляем немного щучьей икры поверх. Оставим совсем чуть-чуть. Она как раз усилит вкус. При этом добавим текстуры. Так, наверное, и добавим чуть-чуть зелени. Ну, вот я буду использовать кориандр, например, кинзон. Но можно использовать все, что угодно, друзья. Можно использовать, не знаю, петрушку, укроп. Ну, петрушка не очень красивая, наверное, будет укроп. Актуальный какой-то микрозелень, может быть, сезонную. Так мы сделаем, без пинцета. Собственно, чуть-чуть добавим зеленого масла, такую легкую лужицу. С лимонным соком, немного-много лимонного сока. И можно немного добавить, например, жареных семян льна. Я очень люблю лен. Они тоже придадут текстуру, дополнительный вкус. Жареных семечек. Окей, закуска. Плюс к ней мы должны нарезать наш хлеб, нашу чербату. Сейчас я это и сделаю. Таким образом. К сожалению, у меня нет ножа специального для хлеба. Поэтому я так варварским способом его ломаю. Прошу прощения, коллеги. Но это неизбежно. Так. И... Давайте еще. Лучше, наверное, наломать. Давайте я лучше наломаю его. И мы подадим его в дополнительной маленькой тарелочке. Просто наломаем хлеб. Нашу чербата. Делаем вот так. Давайте даже перейдем. Вот таким образом. Если нет правильного ножа, то лучше хлеб ломать. Я считаю так. Ломаем. Собственно, первая часть нашего прямого эфира готова. Это холодная закуска. Рецепт с копченой рыбой, с огурцом и травой. Да? Просто намазывайте, дополняйте огурцом и едите, друзья. Все очень просто. Друзья, смотрите. Вот он немного карамелизуется. Уже немного становится более коричневым. Еще пару минут и он уже будет готов. Мы его вытащим. Но он не должен сильно распариться. Да? Он должен быть таким. С мягким текстурным. Параллельно мы подготавливаем то, что нам понадобится для крема. Для крема нам понадобятся вот эти сливки. Да? 35-36%. Понадобится сахарная пудра. Вот такая, да? Крем маскарпоне. Ну и, собственно, наш печеный шоколад, который мы уже вытаскивали. Вот, наш печеный шоколад, который мы вытащили. И мы его должны охладить. Мы с вами сделаем так. Мы с вами разделаем наши прекрасные ягоды. Да? Почти сезонные, скажем так. Вот они. Черешня, клубника и еще и голубики. Клубника мы нарезаем просто, довольно просто. Все, мы ее разделываем. Вот такие крупные части. Да, плитка просто в духовку, друзья, отвечаю на вопросы. Плитка просто в духовку, смотрите, чтобы она немного у вас поменяла цвет. Чуть-чуть подтопилась, но не сильно. Температура где-то 150 градусов, там 160 градусов, это нормально. Итак, наши ягоды. Мы нарезаем как угодно. Можете пополам крезать, мне нравятся вот такие колечки. Да, или как в русской кухне, вот такая форма, например, чеснока, называется жеребейки. Вот такие диски, скажем так. А, у этого шоколада где-то там 150 грамм, я так понимаю, вес. Но на самом деле все нужно, все можно сделать на глаз. Я специально какой-то выбрал инцек, очень простой. Мы взяли столько шоколада, сколько вам нужно. Давайте посмотрим поточнее, будем поточнее. Смотрите, это плитка шоколада, вот белый шоколад вот такой толщины, весом 1 килограмм в ней, раз, два, пять, пять кусков. Плитка была, вот эта, которая растопилась, 200 грамм. Вот она, друзья. Она поджарилась немного. Вот, важно, чтобы не было черней, да, это максимально. Тот шоколад, который у нас получился, смотрите, он растопился. Мы печеный так же смешиваем, промешиваем его. И нам нужно его оставить стужаться, да, вот так. Можно все это пробить в массу, но мы блендером не будем пробивать. Мне нравятся вот эти вот части печеного шоколада, которые напоминают немного орехи, немного такое карамелизованное, сухое молоко, что-то среднее. Да, мы берем эту плитку шоколада и мы убираем ее, помещаем ее в полусферу на сюда. Так вот, обычным образом. Не надо подостыть, для того, чтобы она не разошла. Поэтому я им немного прожму, вот таким образом. Она была более однородная. Получается вот такой белый шоколад со вкусом топленого молока. Ну, или вареную свещёнку, может быть, как-то так и как характеризовать вкус. Собственно, вот она. Можно чуть больше потопить, если у вас хорошая духовка. Можно быть, температуру чуть ниже сделала, да, немножко более кремовым по цвету сделать. Шоколад такой, да, получился. Дальше мы продолжаем работать с ягодами. Так, мы теперь берем черешню и просто ее разрезаем пополам. Ну, вот, наверное, какое-то такое количество для одной порции нам хватит. И таким образом просто пополам разрезаем, прокручиваем. Для экономии времени я буду вкладывать только вот эти половинки. Давайте оставлять. Печеный белый шоколад. Вот, мы его чуть-чуть, скажем так, запекли при температуре 150 градусов, около 80 минут. Вот, он стал таким кремовым. Его можно пробить блендером, добавив сливки, но мы так не будем делать, потому что мне нравится эта текстура. Окей, разделали ягоды. Нам нужны будут клубника, черешня сезонная и чуть-чуть голубики. Да? Такое количество. Окей. Дальше мы, у нас немного охладился шоколад, но чуть-чуть еще его надо продуть. Продуть. Я помолю вот так. Слегка, он еще, конечно, теплый, да. Белый шоколад. Печеный в духовке. Прошу прощения, я попробовал его как раз. Как раз у него, ну, после запекания, у него получается такой вкус, который, напоминает топленое молоко или вареное душо. Другой интенсивности, другого оттенка, скажем так. Вот читаю комментарии. Можно темно использовать, друзья, но я не использовал. Попробуйте, я думаю, что вполне, вполне, вполне можно. Так, мы добавляем, у нас еще два ингредиента, а может быть и третий нам понадобится, смотрим, какая будет сладость. Нам нужны сливки. Сливки для взбивания 36%, валю, самый лучший. И маскарпоне или другой какой-то мягкий сыр, может быть, крем-чистый, например, какой угодно. Ну, вот я взял маскарпоне. Мы немного взяли, давайте я лучше сначала сыр добавлю. Он немного прохладный, как раз немного. Наш шоколад остудит. Таким образом, разминаем. Окей. Вот видите, получился такой крем. Белый шоколад, мягкий сыр. Мы добавим чуть сливок. Чуть-чуть. Получился такой нежный, очень вкусный крем. Мы уже готовы соревновать. Как раз у нас немного времени, друзья. Окей. Использую обычную тарелку, вот такую. И просто мы укладываем наш крем в центр. Какое-то такое количество, наверное. И раскладываем сюда наши ягоды. Оп. Таким образом. Каким-то. Вот таким любым. Каким вам нравится. Пинцетов не совсем домашняя история. Ну, вы можете делать это руками. Как кому привычный. Окей. Кладем черешню. Да. Вспоминая. Вспоминая. Вопрос один. С печеным шоколадом. Как пришла в голову идея с печеным шоколадом? Да на самом деле это довольно такая традиционная история. Никакой идеи не было. Это довольно такая традиционная история. Я помню, как один из моих коллег, шеф-кондитеров, Светлана Тупицына, приготовила конфеты. Почему он сказал? Мне они очень понравились. Ну, собственно, я с тех пор иногда использую этот вкус. Окей. Добавляем чуть-чуть этих ягод. Про сахарную пудру. Друзья. Все дело в том, что я, если вы делаете много крема и у вас мало шоколада, но много сливок, да? Ну, то есть вот такой стиль более, стиль взбитых сливок больше, чем стиль белого шоколада, да, в блюде, то можно использовать сахарную и ванильную пудру. Я думал, что будет не очень сладко, но оказалось, что шоколада достаточно. Поэтому я не стал добавлять ничего больше. Дальше мы добавляем обычную историю из такой песок, из песочного теста. Можно использовать любое. Я использовал, друзья, юбилейное наше знакомое всем печенье. Просто размаловываю в крошку и вуаля. Орехи не нужны, друзья. Это не орехи, это как раз вот эти крапинки в белом шоколаде. Это такие прижарки, которые остались после карамелизации шоколада, вот его отопление. И мы немного добавим цветочков сезонных. Цветочки уже такого вымахшего порядочно горчицы вымахшей. Так, как-то мы сделаем. Друзья, вуаля, десерт с кремом испеченного шоколада и сезонными ягодами готов. Его нужно есть ложкой, зачерпывая все слои. Тут и будет и текстура, и сливочный, и вот этот вот пряный вкус шоколада. Не пряный, такой топленый и свежесть ягод. Собственно, прекрасный, легкий, очень простой десерт, который вы можете приготовить дома. Приятного аппетита. Подкоптить ягоды, да, очень хорошо. Хорошая идея. Копчение нужно холодное. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо, что... Спасибо большое, что смотрели. Был рад сегодня для вас поготовить.